Добрый вечер! Добрый вечер! Я очень рада, что я в Москве и могу сегодня вам представить наши новейшие проекты. Прежде всего, за замечательную организацию я благодарю «Гараж», современный центр культуры, школу «Марш» и особенно Евгения Ассо и Никиту Токарева, которые меня здесь принимают. Я вчера еще смогла встретиться с ними и с их студентами по программе. Благодарю посольство и британскую школу дизайна, которая нас принимает в своей аудитории. Я сейчас участвую в программе о диалогах по градостроительству. Нам очень важно осознать проблему города в переходный момент. И то, что перед нами архитекторами, особенно молодыми архитекторами, встает как вопрос развития новых проектов. Эта тема нас очень интересует. Наша работа, как сказал уже Евгений, началась 20 лет назад. Мы вообще уже работаем с 1998 года. В 1992 году действительно мы участвовали в конкурсах, но это были конкурсы идей. А с 1998 года мы уже начали работать так, как создавали свои проекты. Мы создали дом «Т» и мы создали ресторан «Жорж» наверху в центре Помпиду, который уже в 2000-е годы открылся. И в Париже он действительно имеет какой-то вес и значение. Мы работаем над самыми разными проектами. Это градостроительные проекты. Мы всегда критически переосмысливаем и в динамическом ключе переосмысливаем участок. И с другой стороны мы питаемся градостроительными аспектами замысла. Контекст мы стараемся вписаться по максимуму. Мы разрабатываем наш проект в зависимости от силовых линий участка и включаем динамический наш проект в общегородское движение. Наш проект нужно каким-то образом расшифровывать. И прочтений может быть много. И есть некие намеки, невысказанные возможности. Мы открываем всякий раз какие-то новые образы использования и создания проектов. И как архитекторы одновременно с одной стороны в очень нормированном технологичном проектах стараемся ответить. С другой стороны мы стремимся сделать так, чтобы это были крупные открытия, крупные изобретения. Это одна из особенностей наших профессий. И я думаю, что на всем творческом пути мы этого будем придерживаться. Почему город в переходную эпоху? Потому что эпоха у нас очень сложная. Одновременно действует экологическое движение, необходимое, очень важное, которое в Москве иначе осмысливается и живет, чем во Франции. Но нам необходимо сообща рассматривать проблемы градостроительства, перемещений, технологических концепций строительства зданий. И у нас есть не только технические ответы на вопросы. Архитектура может сама себя изобретать заново и предлагать новые способы использования. И интересно, что мы, отвечая на новые задачи, причем на новые принуждения, мы можем изобрести новые способы использования архитектуры. Я покажу вам достаточно новые проекты. Я самые старые не буду показывать, да и в журналах, наверное, вы их многих видели. Доки. Городок моды в Париже. Об этом здании скажу в первую очередь. Городок моды и дизайна. Парижские доки. Думаю, что здесь интересно обратиться к истории, потому что это здание обычно вписано, в общем, обычным образом, привычным образом в парижский пейзаж. Справа от него находится библиотека парижская, знаменитая, большая, о которой сейчас не видно. И это место в Париже традиционно считалось уродливым. Как только не использовали эти старые доки, но их в итоге решили обречь на снос. И прежде чем снести, архитектурное управление Францией, которое должно в итоге давать заключение, сносить такие или не сносить, вдруг поняло, что это же первое здание из армированного бетона, которое было построено в Париже. Огюст Пере во Франции одним из первых стал строить прекраснейшее здание из армированного бетона, из железобетона. И вот это здание есть одно из первых. Париж засомневался, надо ли сносить, и выдвинул на конкурс. Это здание. Если будут хорошие проекты по его преобразованию, преобразуем. А если не будет хороших проектов, снесем, и тут будет сад. Нам повезло, мы вместе с Французским институтом моды, который искал о себе пространство в Париже, и директором центра дизайна, которого зовут Джерал Лизе, устроили конкурс. Мы участвовали в этом конкурсе, точнее, мы придумали разные варианты городка моды и дизайна. Нам нужно было мультифункциональное здание, где будет обитать французский городок моды, где будут места, где будут заниматься дизайном. Но главное, чтобы это было не просто какое-то публичное пространство, а чтобы здесь было и выставочное пространство, и торговое пространство. Когда я попала сюда, в Artplay, я подумала, что тут тоже есть похожее, так сказать, использование. Но у нас была, скажем так, другая промзона, которую мы должны были по-иному попробовать использовать, и, так сказать, там была другая конфигурация. Я быстро покажу вам здание. Это здание довольно близко от центра Парижа, но оно не находится в историческом центре. Исторический центр вообще супер огражденный, охраняется, и там вообще мало что можно сделать. Вот черненькое справа от центра, чуть ниже место расположения. Это уже современная часть Парижа, поэтому там можно вносить инновации. Очень нелегко в Париже предлагать какие-то инновации архитектурные, но нам удалось. Вот картинки еще. Вот старый вид. 1907 год. Аустерлицкий вокзал. Берси справа наверху. Сена. Два вокзала. Сюда приставали корабли в эти доки, и, значит, на Аустерлицкий вокзал везли грузы сразу. То есть это чисто функциональное здание. Вот несколько фотографий со стройкой. Это очень интересная фотография. Сейчас в Париже все набережные высокие, гаменные, но раньше были берега, спускавшиеся прямо к реке, лошади могли сходить сюда и помыться. Транспортом были лошади, самым главным. И вот видите, сзади по современной технологии возводится здание. 1907 год. Представляете, железобетон. Удивительная вещь. Сзади, а спереди, ну тогда не удивительная вещь, а сейчас удивительная. Лошадь купается. Это скорее уж 19-й век, чем 20-й, присутствует на первом плане этого кадра. Еще кое-какие детали тогдашней эпохи, как, например, товары с лодок, с кораблей поднимались наверх на платформы. Вот крыша доков. Это уже немножко предвкушение той структуры, которую мы поместим на эти же доки. И наш анализ здания, проведенный, показал, что, в общем-то, это был склад большой. Значит, здание может выдержать большие нагрузки. С годами немного исказился его внешний вид, но структура, в принципе, выдержала. Армированный бетон, очень строго, так сказать, 4 метра 50 на 10, так сказать, повторяющиеся такие ячейки, и пол, выдерживающий большие нагрузки. Это интересно для нас. И чтобы вмешаться в это здание, мы решили устроить некий навес над рекой, закрепленный на крыше, и там будет добавлена новая программа, в частности, место для перемещения. Очень редко пешеходы могут подойти близко к реке в Париже, а река удивительное зрелище. Чаще всего именно автомобили ездят по набережной, а пешеходам там места нет. Так здесь у нас был шанс где-то метров 300 в длину вытянувшийся фасад по реке, по сене, и мы могли предусмотреть некие стеклянные переходы, которые могут помочь пешеходам свободно передвигаться. Фасад выходит на сену, а все остальное где-то на заднем плане. И таким образом максимум открыть нужно вид на реку, чтобы пешеходы могли наслаждаться видом. Наша работа, как обычно, и как часто мы делаем, исходит из того материала, который уже есть на месте. Здесь армированный железобетон, который очень часто, так сказать, с повторяющимися структурами, что мы придумали? Начинается ветвление, вот такой ритм структуры, и идея разветвить конструкцию, как бы, да, нарастить ее в виде некоего дерева в трех измерениях, мы начинаем, собственно, изобретать. Это словно бы ветки, которые прививаются к существующему стволу, в кавычках, и используют возможности данного объема. Мы некую скульптуру наращиваем на здание, вот фотостройки. Скульптура эта устроится, привьется прямо к структуре здания. Как если бы это здание, спустя ровно век, фактически мы работаем над ним, здание обретает новый рост, из него начинают расти новые побеги, но благодаря тому, что мы прививаем к этому зданию. После 1907 года, в 21 веке, начинается уже скульптурование в 3D с помощью совершенно автоматизированного процесса, и прекрасно то, что это было сделано через фирмой FL, а фирма FL смогла построить самую высокую башню в Париже и работает на самых высоких технологиях. Вот интересная фотография. Восточная часть Парижа, Новый Париж, слева Министерство финансов, построенное его поле Шаметов в 90-е годы. Справа Доминик Перо построил библиотеку, Адоки. Мы вписали в этот новый квартал, такой квартал новых технологий. Нам было важно еще с помощью этого проекта вписаться в динамику потока. Здание, уже не только здание, оно вписывается в целый поток движения. И у нас, конечно, мы соотносимся и с движением по реке, по сене, с течением самой реки, с потоком пешеходов, движением машин, велосипедистов. И наши Доки становятся словно большим прибежищем, где многие смогут найти себе место применения и интересов. Здесь новые плоскости довольно простые. И в зависимости от поверхностной программы мы решили, так сказать, работать не какими-то отдельными планами. Как бы не очень логично. Вот здесь вы видите террасу, здесь вы видите движение, как можно сверху вниз, черные линии, можно двигаться по этим переходам. Сейчас мы продолжаем работать над этим проектом и предлагаем сейчас еще мостик сделать, чтобы с террасы можно было выйти прямо в глубину 13-го квартала. И таким образом здание будет вписано в пешеходный поток целого квартала. Это действительно становится некая платформа распределения движений в сторону реки. От набережной можно даже пристать с реки, потом подняться в наши Доки и потом перейти в квартал по пешеходным переходам. Вот здесь вот могут приставать корабли, лодочки, пароходики. Пока это экспериментальная пристань, но у нас мы сделаем уже постоянную, и она может быть станет постоянной. Здесь катерки, которые связывают предместия по реке с доками, и дальше отсюда можно плыть до центра Парижа. И еще у нас идея связать Париж с островом Сеген, где делаются культурные проекты. У Парижа очень мало речных трамвайчиков. Есть такие кораблики-автобусы, в кавычках, но они не очень-то часто ходят. И мы думаем разработать целую систему речных трамвайчиков, которые могут ходить между разными музеями и учреждениями, которые близко к Сене располагаются. Мы уже, так сказать, так начали использовать это здание и надеемся продолжать. Вот пиатса, площадочка, где расположено кафе в глубине. Вот кораблик тот самый. Он расписан в цвета нашего проекта. И мы создали здесь, видите, пустые пространства, прогалы, которые связаны с рекой. Это вид на реку, на какие-то дальние пространства. Здесь можно погулять по этой промзоне, в кавычках. Здесь бетон 1907 года. Мы оставили его на виду. Эти огромные плиты, иногда сталь там торчит, иногда граффити там остались. Но это все часть истории этого здания. Поэтому мы не пытались ничего приукрашивать. Мы оставили его в соку. Вот пусть оно в собственном соку и живет. И, так сказать, цвет бетона, цвет балок составляет красоту проекта. Нам очень нравится эта часть проекта. И мы оставили все как есть в этой части. Здесь располагается городок моды. Здесь такая мини-набережная, куда выходят многие бутики. Это осекленные галерейки, с которых можно озирать сену. И вот вы выходите на террасу, наверх. И здесь новая платформа. Это очень редко, чтобы в Париже крыша была доступна для публики. Крыша с таким видом. Это особенная вещь. Тебе кажется, что ты стоишь на большом корабле. Как будто ты плывешь между разными зданиями куда-то по реке в дальние дали. И в самый последний момент мы добавили еще маленький временный павильончик. Там кафе, которое выходит на площадь маленькую. И нам сказали, чтобы там мы разместили проекционный аппарат для кинопоказов на открытом воздухе, диджея и бар. И вот эта маленькая структура из металла и полотна, зелененькая. Это добавочная конструкция временная, где можно ставить действительно киноаппарат, который будет проецировать фильмы на улицу, вовне. И отсюда очень красиво смотреть на сену. И здесь, видите, там в глубине экрана огромных размеров, которые в центре города не всегда встретишь. Не во всяком кинотеатре такое есть. Поэтому у нас новый драйв появился у этого места. И если вы хотите здесь поучаствовать, побывать, то вам выдадут наушники и одеяло, чтобы вы сидели на открытом воздухе. И смотрели, и слушали музыку, или смотрели моду, или смотрели кино, смотрели выставку искусств какую-нибудь. Здесь люди с удовольствием устраиваются. И многие художники, и многие медийные средства здесь появляются и таким образом оживляют собой это место. Например, Ян Керцале, художник, отлично работающий со светом, отлично оживляющий здание ночью. Здесь устроил освещение так, чтобы здание отражалось в воде. И таким образом новый союз здания и реки появился. Вот еще один ночной вид. И последний вид, это вид с воздуха сверху. Здесь видно, что мы осуществляли именно проект публичный. Это не просто некое другое новое здание, какое-нибудь там, которое прячется от всех. Это не какое-нибудь там, неизвестно какое здание. Это настоящее здание, которое видно публике и которое готово принять в себя всех. И зеленый цвет, кстати, известный цвет в Париже. Он цвет монотонный, как бы, но на самом деле он очень близок к цвету реки, воды сены зеленоватые. И таким образом это и союз с пейзажем, и с другой стороны он не сливается совсем уж с монотонностью повторяемого пейзажа городского. А сейчас я вам покажу проект Влиежа, Международный центр современного искусства. Мы проиграли конкурс, но проект остался. Музей, пристройка к музею современного искусства Влиежа в Бельгии. Проект этот находится в продолжении променада городского Влиежа. Здесь тоже есть удивительный совершенно вокзал и громадные совершенно пространства. И вот здесь был променад, который перекидывается уже через остров, на остров, скажем так. Наша идея была вписаться в проект, была идея вписаться в движение пешехода, чтобы через... Мы должны были предложить некий переход, каким образом публика, выходя на остров, вписывается в город и далее переходит в музей. То есть мы задаем некую программу движения. Здание не стояло бы на земле. Пейзаж парка оставался бы на месте. Это пейзаж, кстати, классический 19 века. И вон там уже существующее здание музея. Это очень легкое, красивое здание, которое... Вот наше здание ловит посетителей в себя. Люди по нему проходят, одновременно видят разные художественные галереи. А теперь я вам покажу проект жилых домов. Это социальное жилье по заказу. Очень часто социальное жилье должно отвечать очень большому количеству норм. Это жилье высокого качества. И это заказано промоутерами. Мы выиграли конкурс. Кажется, мы его выиграли в 2003 или 2004 году. Но в то время мэр квартала заблокировал наш проект, потому что сказал, что не хочет видеть свой квартал площадкой для экспериментов архитекторских. Он хотел видеть только какие-то уж больно традиционные здания, которые вокруг. И мы 2-3 года потеряли, пока проект был реализован. Но, собственно, наш соцзаказчик очень заинтересовался нашим предложением. И к тому же увидел, что мы действительно выполнили нормы. И здание очень хорошо поддерживает требования по окружающей среде. Причем здесь среда. Сейчас во Франции идет целая волна. Была волна огромной жары. Эта страшная жара, кстати, повредила многим людям. Многие даже умерли из-за жары. И появились заказы на дома, где есть маленькие поверхности, где воздух может легко проходить сквозь фасады, где создаются сквознячки, чтобы дома не были закупоренными. Довольно редко, когда у тебя заказ на социальное жилье, вообще, когда у людей социальное жилье дешевое, люди редко, так сказать, могут видеть в таких домах настоящие фасады проветриваемые. С другой стороны, у нас была идея, чтобы была и зелень какая-то поблизости, и чтобы крыша включала в себя солнечные батареи, где солнечное тепло просто бы использовалось. И была еще задача наилучшего качества жизни в этих домах и вписанности также этих домов в окружающий квартал. Мы задумали три здания, которые находятся, хоть и по отдельности, на одной линии, и они ведут друг с другом диалог. Но все они разные. То, что вы можете увидеть на этой белой сетке, это сетка несущая, но она не несет фасады. Между тремя зданиями находятся пустоты, прогалы. У нас была идея также концентрации пространства. Кухня, ванная, да, вот такие служебные пространства, они совмещены, близко друг от друга находятся. И, с другой стороны, мы освободили место для балкона, благодаря такому концентрации пространства. Это вот конкурсные наши рисунки. Поскольку, как правило, социальные квартиры маленькие, то мы должны также максимум жизненного пространства с помощью балкона организовать. Балкон должен быть достаточно большой. Кстати говоря, площадь балкона, кажется, не учитывается, при найме, жилья, и поэтому балкон есть такое добавочное пространство. Что такое балкон? Это еще и козырек, который над квартирой следующей нависает и защищает от солнца, от дождя осенью-зимой, а летом солнце и ограничивает, и, с другой стороны, достаточное его количество проникает в квартиру. По-моему, еще и роль архитектора в том состоит, чтобы предлагать изменения, даже если они не очевидны. Сначала у нас был очень такой прямоугольный участок. Он нам был отрезан большими квадратами или крестами, как, не знаю, между Аризоной и Техасом граница. В городе всегда очень сложно держать сад, который находится где-то в уголках, и мы решили изменить даже границы владения, чтобы у нас были скорее ячейки, которые позволяют легче работать над пейзажем, делать пейзажную архитектуру. И, с другой стороны, мы решили переписать протокол. Количество квадратных метров сохранилось, но рисунок участка изменился. Там, где написано ЭВИП, там сейчас будет новый сад. И это как раз мы, по крайней мере, нашей архитектурой помогли будущему проекту сада. В Париже, не знаю, как здесь, но в Париже, во всяком случае, очень важно вот что. Какая концепция фасада у тебя? Есть главный фасад, основной, выходящий на улицу, на соседнее здание. Проект, какой мы представили в мэрию, там фасад едва виден. Как правило, гостиная на улицу, а в ванной и кухне у нас задний фасад. Очень часто, кстати говоря, и отделка фасадов. Обычно гостиная выходит на улицу, и отделан фасад лучше на улице, а сзади там кое-как. Здесь мы посмотрели, где у нас солнце. Вот улица, у нас есть бульвары. Улица – это, между прочим, шум и тень. Поэтому для жилья, на самом деле, выход на улицу, окна – это не преимущество. Попробуйте еще политикам объяснить, почему, например, ванны и кухни у нас, и всякие там лифты, прочие, так сказать, служебные помещения будут входить на улицу. Это же не очень эстетично. Как же красивые гостиные комнаты будут выходить на сад или спальни, а всякие службы на улицу. Это пришлось объяснять. Но мы сказали, нет, у нас будет единая фактура на всех фасадах, зато люди будут смотреть из своих спален на солнце, на красоту сада. И мы с некоторым трудом, мэрией, политикам смогли это объяснить, потому что политики скорее видимости ищут, чем реального понимания преимуществ или недостатков выхода окон на улицу. Фасады все очень легкие, мы смогли проработать и плотные их места, и прозрачные достаточно легко, благодаря вот этой легкой обтекаемой конструкции. Да, я еще не сказала о зимнем саде. Здесь есть некий как бы занавес прозрачный. Мы даже не знали, примут ли его или нет, потому что мы предложили систему такую немного тампонную. У нас есть зимой, у нас есть некий прозрачный занавес, как, например, кафе, иногда так загораживаются. Это какая-то буферная зона между внешней стороной, да, потом, так сказать, некий балкон загороженный, да, и внутри комнаты уже. И вот буферная зона, где воздух немножко охлаждается или, наоборот, нагревается. И, с другой стороны, вот эта буферная зона, это будет небольшой зимний сад. Примерно 100% людей действительно так и используют эту зону. Именно так. Клиентам даже не очевидно было вначале получится у них что-то или нет, потому что, действительно, их балкон, у балкона есть занавес прозрачный, они могут его, так сказать, закрыть. Вот видите, как сейчас, где эта завеса «занавес» в кавычках закрыт, некоторые балконы открыты, некоторые закрыты, и можно варьировать, и происходит некий обмен между внутренним пространством и наружным. Летом все балконы открыты, занавесы сняты, внутри квартиры стена очень хорошо остеклена, чтобы... балконы, да? И одновременно это дешево, это фактически первые здесь первое кольцо Парижа с социальным жильем. У нас бетон охристого цвета, который очень хорошо вписывается в пейзаж рядом дома терракотового цвета. Терракота, кирпич начала 20 века, в итоге не дезаграмонирует с этой охрой. А вот житель, бывший санитар, обустраивает себе свой зимний сад, закрывая занавес. Это очень разнообразное жилье и разные... какие там возможности у него есть, это вот переходы. Как правило, коридоры довольно замкнутые, закрытые, а здесь мы решили сохранить те деревья, которые уже росли на одном участке, кстати, там старая слива, видите, и чтобы пространство переходов между квартирами были достаточно широкие. И это, кстати, первое место контакта между жителями. Таким образом, соседи могут выйти, поговорить, начать диалог, обмен какой-то. Это гораздо лучше, чем какой-нибудь закрытый коридор с электрическим противным цветом. Здесь уже контакт с улицей, с садом, и заодно этот переход защищен от дождя. Вот на уровне первого этажа переход между квартирами или подъездами. Квартиры на первых этажах, на первом этаже, они как раз для инвалидов, которые, с одной стороны, им дается большая помощь для найма жилья, с другой стороны, им будет легко, людям действительно с тяжелой инвалидностью. Им помогают здесь санитары, им, так сказать, помогает муниципалитет. Вот они селятся здесь. И вокруг, видите, пейзаж, архитекторы ландшафтные поработали. Здесь здание ночью, освещает их изнутри телевидение голубым светом. А теперь проект Лионские доки. Нам повезло, у нас все время конкурсы вокруг воды, после парижских доков, Лионские доки. Вначале вопрос был довольно сложный. Участок приинтересный, потому что здесь самое сердце Лиона, сердце города. Вот здесь старый Лион около реки, А там дальше вокзал, пираж и вся эта страна следует. Дальше это большая бывшая промзона и большой порт. И недавно начали ее перестраивать. Сейчас это громадная стройка, может быть, самая большая стройка во Франции, где полно кранов торчит. Там музей строится, новые, там многие жилые дома, офисные здания. Это такой большой осваиваемый сейчас участок. Но к нам обратились с градостроительным предложением кубическим. Нам нужно было сделать кубики. И кубики, и атриумы, потому что довольно плотное у нас здание, 30 метров. Итак, задача атриум, с другой стороны, чтобы прекраснейший пейзаж за рекой Холм, мы предложили конусовидный атриум, но выходящий наружу, куда можно вывести балконы. Максимум настоящего света, никакого фильтра через стекла, настоящий свет должен проникать в здание. И, с другой стороны, атриум позволял нам создать с помощью балконов пространства доступа к обмену между нутром и наружностью, очень большое пространство. Вот примерно как мы этот кубический объем скопали. Это офисное здание. Мы не должны были все переосмысливать внутри офисов. Мы исходили из традиционной системы офисов во Франции. Метр 35 в ширину, на фасад выходит окно с занавесом. У нас есть эти конусы, которыми мы прорезали здание, и они вводят свет внутрь клуба и таким образом создают форму довольно-таки особенную. На конкурс мы предложили вот такой проект, и надеюсь, вскоре мы реализуем это. Если пересечь эту пустоту, то можно на горизонтальном уровне продолжить это здание, чтобы достроить платформу прямо на реке. И вот мы решили, что было бы очень хорошо, чтобы на реке была платформа для новых пространств. Надеюсь, мы это осуществим. То есть это не только использование здания как такового, но также и добавление новых способов употребления здания, чтобы здание могло присоединить к себе некую плавучую деталь. А по набережной всегда очень много людей ходит и вполне логично было бы добавить вот эту плавучую часть. Это как воздух, эти оранжевые линии, каким образом воздух там циркулирует, как разного рода население появляется на этажах. Не так быстро. Вот стройка. наружная кожа, скажем так, этого здания это перфорированный алюминий. На 80% он перфорированный, то есть это очень ажурная конструкция, очень легкая, алюминий очень легкий сам по себе материал. и этот фасад классический фасад в виде кружевного занавеса в кавычках, вот он снаружи. Но мы не только на уровне глаз работали, мы также работали в глубину, чтобы вот здесь, например, есть некая перемычка, перемычку можно тоже застеклить и там внизу тоже есть возможности для остекления внизу. То есть это очень сложный расчет. Ты должен работать над фасадом в зависимости от того, как он ориентирован, от севера, востока, до всех сторон света. И остекление на каждую сторону света будет разное. И мы постарались наилучшим образом разработать это. У каждого офиса есть свое остекление. Верхние офисы остеклены не так же, как нижние. И фасад, в общем, неоднообразный. В нем есть даже элемент такой, как бы, случайности. А внутри линии балконов эти ленточки это, собственно, балконы. Вот, конкретно интерьер. Вот видите балконы, которые делают скульптуру фактически из этого здания. Сюда тоже выходят офисы. Из офиса тоже ты можешь выйти на свой балкон. Во Франции же нельзя курить внутри здания. Так пожалуйста, выходите курить, болтайте по мобильнику. Чем бежать куда-нибудь вниз на первый этаж, здесь можно выйти на балкон. А это вид на пейзаж на реку и холм. На реке все время движение, а вот конус с крыши, попадание света с крыши. Это вид на баржу, опять же вид на офисы и балконы. Это деталь оболочки из алюминия. Это пикселяция пространства создает своего рода окошки, через которые ты можешь смотреть на пейзаж, кадрировать его как бы. И у тебя тысяча и один маленький пейзажик получается свой через каждую перфорацию, через каждое окошечко. И поэтому у тебя всякий раз ощущение, что перед тобой нечто новое. Это наверху терраса. У нас было также от города у нас был заказ на 5 метров выше поднять фасад, и мы поэтому удлинили немножечко наш фасад и создали такое промежуточное пространство, очень прозрачное, очень легкое, и не только вид на пейзаж перед нами, но и интерьер, который был освоен заказчиком, промоутером. Промоутер из этого сделал шоурум для своих клиентов, для демонстрации всяких, для приемов. Даже могут здесь служащие заниматься спортом, отличный вид на пейзаж и небо. И поскольку я говорю всегда студентам, если вы что-то задумали, всегда объясните до самого конца. Мы нашим клиентам объясняли, что если мы сделаем стенку вот эту ажурную, поднимем загородку, то мы ничего не загородим. Почему, спрашивали они, может быть вы нас вообще весь вид перегородите? Да нет же, мы объясняли мы, и в конце концов они остались в восхищении. Если бы кстати, если бы мы вообще эту оболочку из алюминия бы не пробили, потому что сначала нас ругали за нее, то не было бы у нас такого удивительного здания, у нас стоял бы просто унылый стеклянный куб, как многие стоят. Всегда объясняйте вашим заказчикам, объясняйте ваш замысел, зачем вы его делаете, и если они его примут, действительно, если вы сумеете объяснить, вы с успехом его осуществите. Вот внутренний вид в офисе. Ночной вид. Нареку вид. Внизу на первом этаже был заказчик на шоурум дизайна, и мы сделали свою версию, мы оставили очень такую грубую снаружи коробку, а внутри разработали вот такую алюминиевую конструкцию для стульев и кресел. Мы сделали такую сито или сыр, если хотите, белого цвета, потому что дизайн у заказчиков очень цветной, поэтому мы предложили такую дырчатую конструкцию белого цвета, чтобы она самые разные цвета в себя могла выбирать. Мы одновременно выиграли два конкурса «Оранжевый куб» и «Зеленое здание». Это здание «Евроньюз» в Лионе. И второй потребовал больше времени. Это штаб-квартира «Евроньюз», телеканала «Евроньюз» в Лионе. Конкурс был организован по-моему, даже навигационные компанией, которая занимается рекой, собственно. И рядом пространство было всего четыре проекта. В итоге два проекта выиграли. Первый промоутер это «Кардинал», промоутер «Оранжевого куба». И второй промоутер это «Евроньюз», который вот мы эти два выиграли. «Евроньюз» побольше. Внутри два конуса. И у нас идея действительно некой проекции пустоты на реку и далее продолжение здания через платформы, создание плавочих платформ. Вот это здание гораздо более технологично, чем наш «Оранжевый кубик», потому что здесь телевидение, куча кабелей, антенн, спутниковые всякие устройства и прочее. так что место для техники отведено очень серьезное. Это интерьеры, это стройка, металлические конструкции, берег реки. В конце 2013 года достроят это здание. Сейчас я вам покажу маленький проект. В нашей работе меня всегда интересует это. Мы не просто занимаемся каким-то одним типом, мы любим разную типологию, мы любим отвечать на самые разные проблемы и вопросы. И вот здесь самое сердце Парижа, Османовский Париж, близко к бульвару, это фонд Эурика по современному искусству, это фонд, который принимает у себя молодых художников, каждый год выдавая лучшим приз. Это мир искусств поистине. Этот фонд решил переехать, потому что галерея уже не соответствовала им. удалось доказать, что все-таки можно кое-что, просто кое-что изменив, устроить пространство ровно так, чтобы оно всех удовлетворяло. И они согласились. В общем, это довольно простая вещь. Здесь потолки, как видите, потолок такой, так сказать, не лучшего вида, может быть, мы его просто не обрабатывали, мы работали над стенами и полом, мы поставили перегородки довольно простого типа. Если ты хочешь художнику показать какое-то простое, так сказать, художник хочет представить что-то занятное, такое удивительное, он может это сделать в кубическом простом пространстве, а с другой стороны можно устроить пространство вернисажа. Вот это гораздо более сложная структура для такого пиршества друзей. Здесь фонд Рикар совсем по-другому. Это пространство приняло, вот это был фонд Рикар. А это другой проект медиатека в Сен-Мало. К сожалению, проигран был этот проект, но все-таки вам покажу. Потому что мы как раз работали над потоком перемещения в городе. Вот здесь вокзал сверху и сердце города Сен-Мало. это бывшая крепость, укрепленный город Корсаров. Великолепное место, это Британь. И они решили устроить медиатеку и место кинопоказов на собственно проходе между вокзалом и старым городом. Еще незадолго до последних событий во Франции вся нижняя часть вся нижняя часть города, новый город где-то на метр ниже уровня моря. Старый город выше, а эта часть ниже. И поэтому есть плотины, которые сдерживают море, чтобы город, не дай бог, не затопило. Но медиатека, там же должно храниться богатство города. И мы решили, что мы должны как раз использовать это свойство болотистой почвы, развести влажный сад. Там это страна гранитов и мха. И нужно таким образом освободить нижнюю часть, часть первого этажа для гранита, для сада и приподнять здание, чтобы все книги были наверху. Сен-Мало, кстати, принимает у себя замечательный фестиваль книги, чтобы все намокающее было далеко от воды на верхних этажах. К тому же сверху можно смотреть на море, на всякую красоту. И мы могли бы вот такой красивый корабль на берегу Сен-Мало построить, но, увы, мы проиграли конкурс. И с другой стороны, здесь очень много таких световых прогалов, окон специальных, сквозь которые можно смотреть на пейзаж, которые вводят свет в здание. И внизу вот этот водяной сад, который наш архитектор-ландшафтник разработал, да, с помощью мха и всяких низкорастущих растений. А сзади вы видите в прогале колокольню Сен-Мало. А такой был бы фасад с экраном для фестивалей. А вот этот проект мы выиграли. Он очень нашумел в городе По, в Пиренеях. Это будущая школа изящных искусств в городе По. Этот проект это надстройка над зданием, уже существующим. В этом здании жили монахини с сестры, католички. здание ремонтируется в довольно строгом ключе. Места у нас было мало, зато перед нами удивительный пейзаж и вдали цепочка гор Пиренеев. И мы придумали облако, которое некую террасу образует, высокую террасу над городом, своего рода монолит, который нависает над рыночной площадью. это коммуникационный центр Рено, центр по общественным связям Рено. Приехав в Москву, я поняла, что есть явно проблема нового использования индустриальных зданий, промышленных зданий, и поэтому я думала, надо ли вам показывать этот старый проект завод. 2004 года я думала нужно, и решила, что нужно, потому что это старый завод, построенный архитектором Клодом Восконни давно, но когда Восконни закончил свое здание для Рено, Рено решил переместиться отсюда и в другом месте устроить свой завод, и вот завод остался, а куда деть его неизвестно, и решили выдвинуться на конкурс этот завод, каким образом его вписать и куда. И здесь мы, каждая аудитория или каждый семинарский зал становится как бы маленьким зданием в мини-городе, такой мини-урбанизация вот этой промзоны. Работаем над этим проектом, мы работали со стенками из алюминия, очень плотными и легкими. Я уже была, я работала с кораблестроителями здесь, и кораблестроители нам дали очень легкие и очень прочные панели, которые были с помощью устройств подняты вверх и закреплены. Кроме того, кораблестроители делают необыкновенно прочные и четкие конструкции, которые точно сойдутся. Рено, коль скоро тут речь идет об автомобилях, хотел устроить здесь коммуникационный центр, центр по связям с общественностью, и мы в точности ответили с помощью и материалов, и начинки, прочие требованиям Рено. и мы сохранили дух заводской, там, все-таки здесь пахнет заводом, и внутри, как видите, одновременно и старый завод, и новые драгоценности прекрасно уживаются. Это залы, куда машины прямо выезжают, можно показывать машину зрителям. Умный город, умный город, это временный павильон для общества оранж, то есть апельсины, если хотите, это телефонная компания, и здесь в парке Лавилет мы построили такой вот не красный, но оранжевый павильон на 4 дня всего, красный свет запретный, потому что патент Лавилет, а вот здесь для павильона оранж, мы сделали оранжевый павильон. Это было очень интересно, потому что у нас было очень мало времени, мы очень быстро должны были его возвести, мы быстренько сделали классический временный павильон, навес, на случай, если вдруг чем-то не получится и заказчик откажется и прочее, мы сделали легкую конструкцию, но с другой стороны, мы закрепили наш шатер на металлических вот этих на каркасе, которого прозвали сразу Скоробей, но вот в парке Лавилет немножечко наш Скоробей пожил и мы рады, что он смог там обитать, что ему там удалось побыть. Вот видите, здесь но этот павильон остался у нас и может быть в Гонконг мы его пошлем на временную выставку. центр фраг в Орлеане что такое фраг знаете ли вы что это за центр в Орлеане это замечательная коллекция архитектуры чертежей макетов существующая со второй мировой войны и на самом деле коллекция может соперничать с центром Помпиду и Смома в Нью-Йорке но это бывшая казарма пожарников была их богатейшую коллекцию они кое-как хранят в этой бывшей казарме и был объявлен конкурс чтобы бывшие военные помещения Орлеана превратить во что-то такое новое это 19 век бывшие казармы и прочие военные помещения надо превратить было это в центр искусств и кроме всего прочего нас просили чтобы это было похоже на нечто очень современное и мы опять же решили сделать новую прививку на старое здание где находились бы все нужные помещения вестибюль видеопроекция всякие медиатека и вот здесь это было привито к телу старого здания что мы сделали сначала у нас было много проблем с архитекторами потому что здесь стояло еще четвертое здание которое замыкало островок то есть здесь на самом деле была плотная закрытая конструкция которая не пускала никого с этой стороны из бульваров и мы стали объяснять что если мы хотим принимать публику мы должны открыться публике если у вас торчит закрытый фазад еще военный казарменный серый фасад то уже будет ощущение замкнутости здесь маленькая трехмерная конструкция да вот чертеж каким образом эти три как бы отростка да привить да здесь собственно три части старого здания не похожи друг на друга и мы сделали специальную решетку мы собрали каким образом объединить все эти три разных пространства которые должны как-то диалогировать и здесь вот наш проект мы назвали турбулентность и вот здесь наши три новых отростка которые вырастают земли это они как раз должны соединить да все это экспериментальные архитектуры это утопия это вовсе не институциональная консерваторская затея это действительно современная архитектура это не конформистское здание наша земля часть проекта земля топографическая земля мы вписываемся в участок участок немного со скосом и вдруг земля вдруг как бы вспучивается и образует фасады этих зданий и эти три здания эти три новых отростка начинают соединять между собой три уже существующих вот один из отростков из-при этих привоев это так сказать вход на выставки на выставочные галереи структура должна быть самонесущей трехмерная структура металлическая структура которая стоит на прочном на земле и сама закрепляясь так сказать организовывает собственное равновесие и прочность стойкость и она далее облекается уже так сказать вот собственно макет сам каркас скорее виден изнутри мы очень много работаем именно с художниками вот Ян Корсале у нас освещал парижские доки Фабрис Сиберг современный французский художник тоже с нами работал удивительно он делает вещи а здесь мы работали с компанией Electronic Shadows это мультимедийные художники которые много работают с графикой компьютерной и они разработали программу которая на фасаде выступает сквозь какие-то ячеечки проступают самые разные мотивы городские мотивы картинки которые меняются и меняют все вокруг это их дизайн а иногда вдруг всего лишь появляются линии линии подчеркивающие структуру здания это технические проекты это каким образом мы развивали оболочку мы всегда работаем с одним тем же так сказать с одной той же документацией начиная с конкурса у нас ничего не меняется на каждом этапе инженеры потом уже строительные предприятия дополняют каждый свой слой свой страт это больше чем макет это трехмерная конструкция куда каждый может внести свой вклад это процесс создания конструкции в мастерской наши агентства очень любят металл потому что металл гораздо пластичнее он позволяет гораздо лучше осваивать пространство и позволяет также заранее изготовить нашу конструкцию в мастерской и ведь наша архитектура надо чтобы она была лучше всего сделана заранее и прочнее всего и очень часто именно в мастерской мы делаем прототип нашей конструкции прототип в большом масштабе а потом уже прототип разбирается и уже ставится прямо на месте стройка будет закончена в будущем месяце апреля вот так это все должно выглядеть несколько фотографий оболочки нашего здания и каким образом следят за стройкой правда очень красиво получается потому что собственно пол так сказать у этого двора бетонный а дальше начинается радужный отлив такого металлического цвета оболочки и очень красиво это получается есть вход чтобы в интернете спасибо вам большое я не знаю что еще сказать есть ли у вас вопросы спасибо